Это мой криптовалютный портфель, и я вам назову номер кошелька этого. Наверное, у меня должно было быть биткоинов 15, если так бывает, и опять же это честно. Вот как только купил, сразу туда писал о сделке. Неимоверные шансы вырасти в 100 раз, в это я не верю. Пока не покажет в паре к битку какой-нибудь рост в 5-10 иксов точно. Что токен будет показывать какие-то большие величины и рост, в этом я сомневаюсь. Казалось бы, вроде мой портфель, вам какая разница. Страховка от того, что тот мишка был прав. Ну что сказать, сейчас он в размере 9,37 биткоина. Я, пожалуй, один из немногих криптовалютных блогеров, который честно рассказывает про то, что у него происходит с портфелем. Вот реально. Можете верить, можете нет. Можете спросить меня абсолютно любую криптовалюту, которая есть в моем портфеле. Вот в этом. И я вам назову номер кошелька этого. И даже совершу какую-то маленькую транзакцию, чтобы вы поверили, что это мой кошелек. Таким образом, я подтвержу количество криптовалюты той или иной, которую вы у меня спросите. Можем сделать так. Это мой криптовалютный портфель. Я честно его показываю. Почему? Потому что я могу, ребята, быть неправ, набирая что-то в портфель. Но я рассказываю, почему я это делаю. Я могу оказаться неправ. Я могу потерять деньги. Это мой убыток. Это мой опыт, которым я с вами делюсь. Правильно я делаю или нет. Решать вам, каждому прислушиваться или нет. Но это честно о криптовалютном рынке. Итак, давайте поговорим про мой портфель. Соответственно, биткоина у меня не 9,37. К сожалению, все это время было. Наверное, у меня должно было быть биткоинов 15. Если по чесноку. А если бы я покупал только биткоин все это время. Так бывает. Так бывает. И опять же, это честно. Зато это честно. Итак, биткоина в моем портфеле 26%. В последнее время я именно его набирал. Последние покупки были по 5,950. Я это в закрытом чате нашим. О каждой покупке. Вот как только купил, сразу туда писал о сделке. Каждой валюты. 24,5% эфириум. И меня это немножко успокаивает. Что в более надежном альткоине я нахожусь четвертью своего портфеля. А не в шиткоинах каких-то. Далее. Атома стало в моем портфеле больше. 8%. Что такое атом? Что это за монетка такая? Быстро вкратце. Почему этому проекту я доверяю? Потому что они делают реально крутой продукт. Там серьезные люди. И в этот проект я верю. Потому что я верю в применение этого блокчейна в криптовалютном рынке. Что они грубо на пальцах делают? Есть разные блокчейны. Они как-то должны с собой взаимодействовать, общаться. Атом. Проект Космос. Для этого. Это очень важно. XRP в моем портфеле 6,5%. И будет всегда, даже если он будет расти. Это диверсификация. Это страховка от того, что тот Мишка был прав. Далее. Как я отношусь к XRP? Самая не анонимная. Самая управляемая валюта. Самая недецентрализованная. В моем портфеле на 6,5%. Может быть будет увеличена доля до 10%. Basic Attention Token 6,3% в моем портфеле. Вы все знаете мое отношение к этому проекту. Я считаю, что Browser Brave это классный продукт. Токен BAT это здорово. Нужен по нему рост в паре к битку и перелив из BAT в эфир или в биток. Почему? Потому что я не верю в то, что у BAT есть неимоверные шансы вырасти в 100 раз. В это я не верю. А рынок Brave браузера ограниченный. Ограниченный рынком браузерным, перспективами, маркетингом и так далее. Есть определенные рамки, в которых он развивается. Если эфириум это блокчейн для токенизации всего чего только угодно, а биткоин может быть резервной криптовалютой для всего мира, то токен BAT только для рынка одного браузера Brave. Поймите это. Это важно. Я рассчитываю на спекулятивный рост этого проекта. Он на Coinbase. Этот токен представлен. Он еще никуда не улетел. Сходил бы он на пол доллара. На доллар. Тогда, когда весь рынок желательно стоит. И вырос бы в паре к битку. Я из BAT в эфир или в BTC. 0x в моем портфеле почти 6%. И эту монетку как с BAT я не поступлю. Я в этот проект верю. Это проект 0x. Для чего этот проект? Опять вкратце на пальцах. Вы все знаете. Есть токены ERC20. DeFi рынок. Индустрия. И другие. Есть децентрализованные биржи, которые помогают обменивать одну на другую в обход бирж. Когда вам ничего не нужно. Вы просто свой аппаратный кошелек подключаете. Выбираете свои монетки на кошельке. Те монетки, которые хотели иметь. Они обмениваются через DEX. Ничего не нужно. Этот обмен совершается практически на всех децентрализованных биржах за счет 0x. Вот так. Поэтому 0x это крутейший проект. 0x также по-моему применяется во многих других проектах. Binance и другие биржи будут приходить к DEX. У Binance есть свой DEX. У них еще Binance Chain есть. Они очень замудрены. Они делают все, как один из наших подписчиков сказал. Как монополисты. Это плохо. Вот. Поэтому нужно диверсифицировать портфель. И в 0x в моем портфеле будет долгие времена. Пока не покажет в паре к битку какой-нибудь рост в 5-10x. Точно. Точно будет в моем портфеле. Не точно покажет рост. Нео 5% это соответственно у нас китайский эфириум. Я верю в этот проект. Я верю в то, что он будет развиваться. Мы все знаем коммунистический строй в Китае. Нео дружественно к нему правительство относится. Скорее всего они друг к другу будут. Про исключительную децентрализацию может речи не идти. То есть определенная зависимость от правительства. Но у Китая огромный рынок. Это почти полтора миллиарда населения. И даже если весь мир не будет с Нео как-то связан. Полтора миллиарда будут связаны. Если Нео будет выбран как основная платформа для децентрализации акций китайских компаний. Просто китайских активов и так далее. Понимаете. Нео в моем портфеле 5% и будет. Никуда не денется. Дальше. BNB. Соответственно он на 3%. Не так давно он появился. Я как-то давно сказал, что по 10-12 долларов покупать я буду. И я покупал. Покупал. По-моему я купил чуть дороже. Но я буду еще докупать. Я думаю, что доля BNB в моем портфеле будет увеличена до 5%. Провалится BNB пониже? Обязательно возьму. Конечно. Бинанс монополия. Монополия. Монополисты. BNB. Это токен их биржи. Их биржа. Это огромная биржа. И разумеется они биржа. И они могут спекулировать котировками свои монеты. Я такую монетку в своем портфеле хочу. И до 5% в портфель буду набирать. EOS как альтернатива эфириуму. И NEO в моем портфеле присутствует. Она же присутствует на бирже Coinbase. Поэтому я ее буду держать не больше 5%. Но она в моем портфеле будет. Сейчас 3%. Stellar Lumen а-ля XRP тоже пусть будет. Но опять же не децентрализован. Эмиссия почти в одних руках. Там 60%. Плохо-плохо-плохо. Но будет. Будет не больше чем на 3-4%. Сейчас 2,3%. Ada Cardano тоже 1,5% в моем портфеле. Альтернатива эфириуму в этот проект. Он хороший. Я не верю в то, что он будет масштабно развиваться. Нет, даже не так. Масштабно он может будет развиваться. Что токен будет показывать какие-то большие величины. И рост. В этом я сомневаюсь. А может и будет спекулятивно. Потому что монетка меньше. Поэтому в моем портфеле будет. Но не больше чем процентов на 5. Это максимум. Кава. В этот проект я верю. Это проект а-ля MakerDAO. В моем портфеле сейчас чуть меньше чем на 1,5%. Кава. Там замешано очень много инвесторов. Там и Coinbase присутствует. И интересы Binance по-моему есть. Верю в Кава. Присутствует на бирже Binance. Я думаю, что будут его пампить. Ну вот с этой целью на самом деле в него и зашел. Плюс DeFi индустрия она будет развиваться. Я в этот рынок верю. Как и Maker в моем портфеле сейчас 1% от всего портфеля. Я думаю увеличить процентов до 2 до 3. Есть такие монетки как Qtum на 1%. Omisgo на 1%. Green на 1%. Zillica чуть меньше. CVC тоже. И TokenOne. Эти монетки на небольшой процент в моем портфеле. Усреднять я их не буду. Если они покажут хороший рост. Типа 2-3 икса. В этот момент я перелюсь из них в более фундаментальные альткоины. Которые в топе моем. Те, которые не успели отрастить. Так как отрастут они на 1%. Если они не отрастут, беда. Не буду от них избавляться по текущим ценам или ниже. Но на пампе буду их сливать. Еще раз напомню о каких монетах идет речь. Ну Qtum прям избавляться не буду. Omisgo, Stratis, Zillica, CVC. Если у вас есть вопросы по моему портфелю, задайте. А можете написать какую монетку. Кошелек от какой монеты вы хотите увидеть. Я вам назову адрес этого кошелька. И совершу какую-нибудь транзакцию. И сомнения всякие пропадут. Я знаю, что те подписчики, которые меня давно смотрят. Верят в то, что у меня нет задачи обмануть. Пыль в глаза пустить. И верят мне. Но есть и те, которые в порядочности мои сомневаются. И это, к сожалению, правда о жизни. Доверять сложно людям в любых вопросах. И даже в таком. Казалось бы, вроде мой портфель. Вам какая разница? Но если я о нем говорю. Чтобы никаких сомнений не было. Можете написать какой именно кошелек. Проведем голосование в Telegram чате. И тот, который больше всех голосов наберет. Тот кошелек и покажу.